Депутаты городского совета Но несмотря на то, что некоторые статьи бюджета пришлось корректировать в сторону уменьшения, все социальные гарантии были сохранены, равно как и выполнение всех муниципальных программ. Я хочу поблагодарить совет депутатов за очень активную деятельность по оперативной корректировке всех документов, прежде всего бюджета, наши основные документы. Знаем, что была большая нагрузка и на предпринимателей, и на налоги, соответственно, которые поступают в бюджет, и на неналоговые доходы. Мы корректировали бюджет, но при этом сделали все возможное для того, чтобы основные задачи, программы, которые были на этот год обозначены, чтобы они были выполнены. То есть, чтобы были конкретные результаты в виде тех или иных объектов, тех или иных ремонтных работ, тех или иных выплат, которые в нашем городе осуществляются. И, в принципе, мы сегодня заключительный бюджет принимали, такие заключительные корректировки. Все задачи, и социальные выплаты, и ремонтные работы, и много других текущих моментов, они в нашем городе в этот непростой год, тем не менее, были выполнены, реализованы. Немало внимания в этом году депутаты уделяли системе образования. Это традиционно самая большая статья расходов бюджета. И все намеченное удалось выполнить. Активно шла совместная работа с прокуратурой, что также способствовало сохранению стабильности. Во время пандемии депутаты не только выполняли свою работу, но и активно сотрудничали с волонтерами, медиками и социальными службами, помогая тем, кто нуждался в поддержке. Мы не забывали нашу составляющую социальную, то есть депутаты, мы все-таки ближе всего депутаты к людям, поэтому в этот трудный момент, конечно, мы были как можно ближе с людьми, и с теми, кому нужна в этот момент была помощь. У нас самые тесные отношения с системой здравоохранения, поэтому понятно, что в этом году особенно тяжесть, она, конечно, самая тягота легла на плечи наших врачей. Поэтому, конечно, все, чем мы могли, мы старались им помогать, всячески и ресурсами, и транспортом. И здесь я говорю о персональном, то есть тут каждый депутат, имея свои определенные возможности, конечно, старался, будучи на прямой связи с главным врачом, старались как раз вот в такие моменты, ну, быть полезными. Я считаю, что это самое главное. Испытания уходящего года только закалили депутатский корпус, и в следующем году они настроены на эффективную и конструктивную работу, направленную на сохранение социальной стабильности и создание комфортных условий для жителей любимого города. Наталья Приловская, Константин Петров, Денис Рокин, Михаил Жуков, телекомпания Лобня.